Бисмиллах, вассалату вассаламу аля Расуллиллах. Задается вопрос. Мусульманка вышла замуж без ведома семьи. Я китаянка. Вышла замуж за ливанца. Основной причиной для этого стало то, что я приняла ислам. Мы женились по исламским законам, но свадьба была совершена без ведома наших семей из-за тяжелых условий. Считается ли это харамом? Я имею ввиду против Курана. Ответ. Вся хвала Аллаху. Доводы из Курана и Сунны указывают на то, что женщине не следует выходить замуж без вали, попечителя, который отстаивал бы ее интересы и смотрел бы за ней, чтобы она не была обманута шайтанами из мужчин. Аллах сказал. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом, если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. От Абу Мусы Аль-Ашари передано, что пророк, саллаллаху алейху ассалам, сказал. Нет замужества без вали. Передано пятью передатчиками и оценен Сахих Ибн Мадили. Термизи сказал. Это правильное мнение по этому вопросу, основанное на хадисе пророка, саллаллаху алейху ассалам, нет замужества без вали. Если один из ваших близких родственников мусульманин, такие как ваш отец, брат, кузен, то он ваш вали в замужестве. И ваше замужество недействительно без его разрешения и согласия. Ему следует составить брачный договор и назначить какое-либо вместо себя. Ему следует составить брачный договор и назначить кого-либо вместо себя. Если ваши ближайшие родственники не мусульмане, то кафир не может быть вали для мусульманина. Ибн Кудама сказал, кафир не может быть вали для мусульманки ни при каких ситуациях, согласно иджма ученых. Ибн Мунзир сказал, те, у кого мы приобрели знания единогласно в этом. Имам Ахмад сказал, мы слышали, что Али разрешил замужество, устроенное братом, но он запретил замужество, устроенное отцом-христианином. И мусульманин не может быть попечителем для своих детей-кафиров. Шейху-ль-Ислама спросили о человеке, принявшем ислам, является ли он вали для своих детей Ахли-ль-Китаб. Он ответил, он не может быть попечителем для них в замужестве или в наследстве. Мусульманин не может составлять брачный договор для женщины-кафира, будь это его дочь или кто-нибудь еще. И кафир не может наследовать от мусульманина, и мусульманин не может наследовать от кафира. Это мнение четырех имамов и их сподвижников из поздних поколений. Аллах разорвал связи попечительства между верующими и неверующими в своей книге, и он определил, что у них нет никаких общих связей друг с другом, и что связь попечительства существует среди верующих. Но мусульманке следует сообщить об этом своей семье и просить их одобрения, так как это поможет открыть их сердца для ислама. Вопрос. Что следует делать женщине, у которой нет вали? Ответ. Мусульманин, обладающий властью или статусом, как, например, руководитель исламского центра, имам мечети, ученый должен составить брачный контракт для нее. Если она не может найти кого-нибудь из этого числа, то ей следует назначить мусульманина с хорошими качествами для составления брачного контракта. Шейху-ль-Ислам сказал, в случае, если у женщины нет вали из числа родственников, то ей следует выбрать представителя главы или руководителя селения, или лидера, которому подчиняются для того, чтобы он составил контракт для нее с ее разрешением. Ибн Кудама сказал, если у женщины нет вали или главы, то существует сообщение, переданное от Ахмада, которое указывает на то, что человек с хорошим характером может составить контракт с ее разрешением. Если у нее нет вали и нет правителя мусульман, то мы определенно знаем, что в шариате невозможно закрыть путь к замужеству, и сомнения по этому вопросу только у тех, кто не обладает правильным пониманием шариата. Закрытие двери к замужеству так же пагубно, как и предотвращение людей от заработка на жизнь. Затем он сказал, что это должны сделать, то есть составить контракт для женщины без вали ученые. Заключение Если контракт был составлен подобным образом, и имам исламского центра в нашей стране, или мусульманин с хорошим характером выступал в роли попечителя, то ваше замужество действительно. Но если ваше замужество было без вали, то вам следует отправиться с мужем в ближайший исламский центр и совершить никах повторно, и выбрать, например, руководителя исламского центра как вали. Ваш муж не обязан говорить об этом своей семье, потому что это не является условием для никаха. Субтитры создавал DimaTorzok